Гала, прием на котором состоится вручение премии Марка Твена пройдет только осенью, но имя лауреата стало известно сейчас. Самым смешным комиком в Америке в этом году стал Дэйв Шапелл, обладатель двух премий Эмми. Шапелл родом из Вашингтона, именно здесь началась его карьера. Со своими стендапами он выступал в ночных клубах столицы. Переехав в Нью-Йорк, он начал участвовать в самых разных комедийных проектах в качестве актера, сценариста и продюсера. Последние пару лет он занимался документальными фильмами Netflix. За последние 4 года он выступил более 1600 раз в самых разных странах мира. Президент Кеннеди-центра Дебора Раттера уже выпустила официальное заявление о выборе лауреата. Дэйв является воплощением слов Марка Твена о том, что перед силой смеха ничто не может устоять. На протяжении трех десятилетий Дэйв бросал нам вызов, демонстрируя свой личный, но все же понятный взгляд на злободневные темы. Дэйв отличный парень и герой Вашингтона, города, в котором он вырос. Мы ждем его возвращения домой. Лауреатами премии Марка Твена ранее уже становились Билл Мюррей, Стив Мартин, Тина Фэй и другие. Вручение премии состоится 26 октября в Кеннеди-центре. Джордж Клуни, тоже не обделенный наградами и признанием, теперь решил отойти на второй план и помочь начинающим актерам в нелегком пути к голливудскому Олимпу. В Лос-Анджелесе он посетил предпремьерный показ мини-сериала «Уловка-22». Клуни выступил его режиссером, продюсером, а также исполнил одну из ключевых ролей. Главную он доверил молодому актеру Кристоферу Эббету. Что мне нравится в телевизионных тенденциях, так это то, что тебе не скажут. Давай снимем 11 друзей Оушена и пригласим всех мировых звезд. На телевидении ты можешь позвать неизвестных актеров, и это очень хорошо. Я думаю, Кристофер Эббет проснется знаменитым после премьеры. В центре истории капитан ВВС США, который притворяется сумасшедшим, чтобы откосить от участия в военных действиях. Но только он не учитывает, что согласно правительственному постановлению «Уловка-22», называя себя сумасшедшим, он доказывает обратное. Подавая заявление о сумасшествии, он лишь демонстрирует свое здравомыслие. «Уловка-22» — новая киноадаптация романа американского писателя Джозефа Хеллера. Показ сериала начнется 17 мая на видеосервисе «Хулу». Не меньше любой голливудской кинопремьеры, весь мир ждал появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри. Это важное событие случилось позавчера. Сегодня в Виндзорском замке пара показала новорожденного сына Пресси. Мальчика назвали Арчи Харрисон. Маркл поделилась, что ребенок очень спокойный, а она сама счастлива, что окружена двумя прекрасными мужчинами. Принц Гарри заверил журналистов, что тоже наслаждается ролью отца. Королем Британии новый член семьи Виндзор вряд ли когда-нибудь станет. Сейчас он седьмой в очереди на престол. Перед ним принц Чарльз, принц Уильям и трое его детей, и, наконец, папа принц Гарри.